Юбилейный венецианский кинофестиваль завершился триумфом Эммы Стоун, а вот Оскар может съехать из-за продолжающейся забастовки. Безработные сценаристы начали проедать свои пенсии, а студии и стриминги переносят очередные проекты. Это не моё будущее, это дерьмо. Всё превратилось в дерьмо. Ворнеры прогнозируют убытки в полмиллиарда и планируют отбить их на эксплуатации Гарри Поттера и Властелина Колец, тогда как второго Аквамена уже списали со счетов. И знаете что, я не хочу умирать. Я молод, у меня дофига планов. Всем привет, меня зовут Илья Бунин. За последние недели набралась целая гора новостей из мира кино о реально любопытных проектах, а не о выгоревшей супергеройке. Недавно закончился венецианский кинофестиваль, на котором Феррари Майкла Мана и киллер Дэвида Финчера сорвали овации. Но похоже, переграла всех бедная несчастная Эмма Стоун. Ей предрекают Оскар. Ну а Тарантино тем временем ищет деньги на свой последний фильм. Блин, я уже начал волноваться. Ставьте чай, я проведу вам экскурсию по киноиндустрии. Погнали. Ты будешь просто счастлив. На минувших выходных закончился юбилейный 80-й венецианский кинофестиваль. Забастовка и тут не прошла незамеченной. Профсоюзы запрещают работникам продвигать фильмы, поэтому многие американские работы до Венеции не доехали. Например, здесь должна была состояться премьера фильма «Претенденты», из-за которого сверхразумы обзывали Холланда Куколдом, но фильм перенесли на полгода. Он знал, что у него будет больше шансов, если не пытаться поймать всех этих ублюдков сразу. Ублюдок! Но достойных претендентов и без него хватило. Главным триумфатором фестиваля стала готическая мелодрама «Бедные несчастные» от режиссёра-фаворитки Йоргоса Лантимаса. Эмма Стоун сыграла женскую вариацию «Чудовища Франкенштейна». Доктор воскрешает молодую женщину-самоубийцу, пересаживая ей чистый мозг её же нерождённого ребёнка. Для романтиков даже самоубийство романтично. Компанию оскароносной Эмми составили Уильям Дефой и Марк Руффал. Критики отмечают интересный сюжет и выдающуюся игру Эммы, прочат ей очередной Оскар, а также выделяют любопытную стимпанк-атмосферу, которую в кино увидишь нечасто. Расположение сильных, как переменчивый ветерок. Миг, и вы снова оказываетесь среди грязных шлюх. Широкая премьера должна состояться уже в октябре. Такое мы ждём. По-моему, уже поздно об этом говорить. Также широкому обсуждению подвергся новый фильм Дэвида Финчера «Киллер». Автор таких шедевров, как «Бойцовский клуб», «Семь», «Игра» и многих других удостоился шестиминутных оваций, пишет вся мировая пресса. Фильм, снятый по заказу Netflix, основан на французском графическом романе и рассказывает о наёмном убийце, который становится целью для других убийц. Критики отмечают работу Майкла Фассбендера, новый взгляд на образ киллера и мастерство режиссуры Финчера. Пишут саспенс, зрелищность и работа со звуком выдающийся. Но, невзирая на восторженные заголовки, есть и недовольные. Говорят, лента не удивляет вторично и мало чем выделяется на фоне лучших работ жанра, вроде «Старикам здесь не место». У Финчера, что не фильм, то событие. Пару лет назад я добавил в топ лучших его фильм «Манк». Поэтому этот фильм, конечно, жду, обзор сделаю. Остальные награды достались «Присцилле» Софии Копполы, японской драме «Зла не существует» и чешской ленте «Зелёная кайма» Агнешки Холланд. Лучшим режиссёром признали постановщика фильма «Я капитан» Мотега Гароны. Лучшими актёрами стали Келли Спейни и Питер Сарсгард. Был и тут свой вяленький скандал. Организаторам фестиваля в очередной раз досталось за приглашение Вуди Алина и Романа Полански, которых обвиняют в насилии и педофилии. Пошёл вон, старый извращенец! Что произошло? Хотел изнасиловать! Я прошу прощения, это мой дедушка, и у него Альцгеймер. О! Самого Алина освистали на красной дорожке, но это не помешало критикам оценить его великую иронию по достоинствам. Говорят, дедушка снял свой лучший фильм за последние 10 лет. Проверить сможем уже в конце сентября. Лично я очень люблю многие работы Алина, но в последние годы старый развратник погряз в бесконечных самоповторах. Такое порой случается в жизни. Все мы совершаем ошибки. В отличие от европейских премий, главная ярмарка тщеславия рискует съехать на неопределённый срок. Организаторы «Оскара» были вынуждены перенести вручение почётных наград с ноября этого года на январь 2024-го в связи с забастовкой актёров и сценаристов. Стачка длится уже пятый месяц, и если прогресса не будет в ближайшей неделе, то может съехать и основная программа премии. «Есть сбой системы в нашей стране и по всему Западу. Мы чахнем». А прогресса до сих пор не просматривается, даже несмотря на то, что участники забастовки начали прожигать свои пенсии. Верайте сообщает, что уже больше трёх тысяч работников индустрии досрочно сняли деньги со своих пенсионных счётов. Средняя сумма вывода составляет 15 тысяч долларов. Такое чувство, что студийные боссы решили взять бунтарей из Мора, но они пока держатся и продолжают руинить релизные сетки корпорации. «Знаете что? Всё это чушь. Полная чушь. Я устал от ваших выходок. С меня хватит». Аарон Пол пошёл по стопам своего друга Брайана Крэнстона, который недавно публично наехал на главу Диснея. Аарон же попёр против Нетфликса. «Чё пришёл? Ещё бабки нужны». «Да, ну?» Говорит, во все тяжкие снова вошёл в тренды Нетфликса, но за показы сериала на стриминге звёзды не получили ни копейки. Это безумие, оскорбление. «Сумма денег у вас довольно значительная». «Да послушайте, тратьте с умом и хватит на долгие годы». Но хуже всех дела идут, конечно же, у Ворнеров. Аналитики студии прогнозируют потери в полмиллиарда долларов из-за забастовки, в частности из-за переноса сиква Дюны. Также студия вынуждена заморозить сотрудничество со своими ведущими продюсерами, среди которых Джей Джей Абрамс. «О чём я?» «Мы в дерьме! Мы в дерьме!» На фоне всех этих неурядиц, глава Ворнеров Дэвид Заслав заявил, «Говорит, все проблемы из-за того, что мы недостаточно эксплуатируем нашу интеллектуальную собственность». В качестве примера Заслав привёл культовой серии «Властелин колец» и «Гарри Поттер». «Гарри Поттер!» «Вставай, Гарри! Иди скорее!» И напомнил, что в ближайшие 10 лет они вместе с HBO собираются доить бедного Гарри Поттера. Речь идёт о новом сериале и его возможных спин-оффах. Новый контент по «Властелину колец» тоже в планах, но с форматом пока не определились. Вот будет круто, если запилят что-то вроде «Колец власти». Делать нормальный контент? Не, не слышал. У нас «Гарри Поттер» не использован. «Это обязательный магический контракт. У мистера Поттера нет выхода». Самое забавное, что одна из ведущих франшиз Ворнеров прямо сейчас терпит настоящую катастрофу. В обзоре «Синего жука» я уже говорил, что в киновселенной DC вот уже 4 года не было прибыльного фильма. А 2023 стал самым провальным годом в истории серии. «Вот смотри туда, что это там?» «Ничего, безжизненная пустошь». Судя по всему, второй «Аквамен» тенденцию переломить не сможет. В него не верят даже сами Ворнеры. «Я знал, что ты не останешься стоять в стороне». Инсайдеры нашептали, что студия уже смирилась с провалом фильма. Этим объясняется отсутствие полноценной промо-компании. Лента с космическим бюджетом в 200 миллионов долларов должна выйти уже в декабре. Однако фильм только сейчас обзавелся первыми промо-роликами. На днях студия выкатила какой-то 40-секундный обрубок, в котором не показало вообще ничего. «Мог бы просто помочиться». А потом выдали первый трейлер с кековым содержанием в духе. «Эх, раньше я был бродягой-симпатягой, а потом женился, нашёл стабильную работу, родил ребёнка и всё пошло под откос. Прикиньте, как всё плохо с фантазией. Чтобы сдвинуть персонажа с мёртвой точки, ему из ниоткуда нарисовали жену и спиногрыза. О чём предполагаемые поклонники вселенной узнают из трейлера? Сюжет? Угадайте. Короче, неудивительно, что они даже продвигать это стесняются. Кстати, на долю секунды появляется Эмбер Хёрд, и все мы знаем, что это значит. Жду-не дождусь предсмертный пук этой вселенной. Прикиньте, если синего жука переплюнут. Я это говорил раньше и сейчас повторяю. Аквамен сосёт. В общем, с этими всё понятно. Давайте лучше о приятном. Во-первых, вышел первый тизер-трейлер «Феррари» от Майкла Мана, режиссёра легендарного боевика «Схватка». Из реплик в ролике буквально одна фраза, но тизер отлично нагнетает и без лишних слов. Кадры потрясающих пейзажей и драматических моментов из жизни Энца Феррари чередуются под нарастающий рёв двигателя. А талантливый Адам Драйвер демонстрирует очередное блестящее перевоплощение. Биографическая драма про гений автомобилестроения должна выйти в декабре этого года. Кстати, на премьере в Венеции лента удостоилась семиминутных оваций. Кажется, Майкл Манн с триумфом возвращается в большую режиссуру впервые с конца нулевых. Фильм очень жду, а обзор обязательно будет. На моих машинах ездят, чтобы побеждать. Подъехали обновления по другому ожидаемому проекту года. Убийц цветочной луны Мартина Скорсезе решили запустить в полноценный прокат. По этому поводу на днях Ябло Стриминг выпустил второй полноценный трейлер, уже более многословный, чем первый. Герой Ди Каприо возвращается с войны к своему дяде Роберту Де Ниро. Тот дает ему расклад, мол, индейцы нашли нефть и хорошо ей распоряжаются. Давай отберем нахрен. Ну, мы бы породнились с ее семьей. Их нефтяные доходы перетекли бы в наши руки. Но пассия оказалась очень даже смышленой. Зачем ты здесь? Здесь у меня дядя. Боишься его? Нет, он же золото, а не человек. Дядя же гнет свою линию и предлагает решать вопросы самым эффективным методом. Ты должен показать, кто в доме хозяин. Очевидно, что культовый режиссер выстроил многоуровневую криминальную драму со сложным родственным треугольником. Не делай того, о чем будешь жалеть до конца своих дней. Я, конечно, в безумном предвкушении, но, блин, теперь не могу развидеть в Ди Каприо мемного недовольного кота. У Лео и так лицо жалостливо недовольное, так гримеры ему еще и капой в духе крестного отца подчеркнули это. Я только и делаю, что жалею. Напоследок, немного приятных новостей от другой легенды. Квентин Тарантино приступил к активному производству своего последнего фильма, который будет называться «Кинокритик». Сейчас режиссер занят формированием бюджета. Минутку. Кто не вложился? На днях появилась информация, что ему удалось получить субсидию на 20 миллионов долларов для съемок в Калифорнии. Ты мне должен 300 долларов, сучонок. По этому поводу Квентин рассыпался в комплиментах штату и даже назвал Лос-Анджелес родным городом. Хотя родился он в Теннессе. Но вы знаете Тарантино. Давай забьемся на 300 баксов, что я на стул вон в тот стакан, вон туда, и не пролью при этом ни капли мимо. Он любит красиво сочинять. Я люблю снимать в Калифорнии. Я начал снимать фильмы здесь, и вполне уместно, что я снимаю свой последний фильм в киношной столице мира. Нет ничего лучше съемок в родном городе. Лучшие съемочные группы, потрясающие локации. Продюсеры и я в восторге от того, что будем снимать мой номер 10 именно в Лос-Анджелесе. И что мне за это нужно? Только немножко внимания. А мой последний фильм, он демонстрируется на закрытых показах и обещает собрать сотни миллионов. Немало инфоповодов на минувшей неделе подкинули почетные ветераны индустрии. Например, Иен Макеллан заявил, что не собирается на пенсию и будет работать, пока его держат ноги. Нет, наш путь не кончается смертью. По мнению мэтра, сейчас он наконец чувствует, что у него действительно получается неплохо играть. Поддержим дедушку в начинании. В наших силах решать только, что делать со временем, которое нам отпущено. Обаятельный Энтони Хопкинс тоже продолжает радовать своих поклонников активным творчеством. На днях вышел трейлер фильма «Одна жизнь», где Энтони сыграл Николаса Уинтона. В конце 30-х этот британский гражданин спас 669 детей из Чехословакии незадолго до начала Второй мировой войны. Свой поступок Уинтон хранил в тайне почти полвека, пока его жена не нашла записную книжку с именами и адресами спасенных детей, которые нашли новые семьи в Великобритании. «Умейте ждать, чтобы получить желаемое». Вполне возможно, на Новый год нас ждёт подарок от Сэра Энтони в виде хорошей биографической драмы. Релиз фильма состоится 1 января. Ну а в своих соцсетях актёр порадовал подписчиков красивой игрой на рояле. «Мелодия и вторника, когда пустой лобби отеля – идеальное место», – подписал Хопкинс. В комментах резонно позавидовали постояльцам этого отеля. Представьте, мол, вы спускаетесь из номера отеля, а в вестибюле играет на рояле оскароносный актёр Сэр Энтони Хопкинс. «Как-то переписчик стал приставать ко мне с вопросами. Я отведал его печень с тушёными бобами». А вот наш любимый Аль Пачино в очередной раз встрял на алименты. «Я вам всё объяснил». В одном из прошлых выпусков я рассказывал, что 83-летний актёр внезапно задел маленького 29-летней модели Нуар Альфала, которая специализируется на культовых дедушках. Ранее она встречалась с фронтменом Роллинг Стоунс Миком Джаггером. Сам актёр не думал, что способен на такие подвиги. «Вы не в себе». «Ну и не в тебе». Поэтому запросил у подруги тест на отцовство, который всё подтвердил. Актёр стал отцом в четвёртый раз и сообщил прессе через своих представителей, что они невероятно счастливы, наслаждаются своей новой ролью и всё такое. «Ага». Но чё-то недолго свадебная музыка играла. «Постой, куда ты? Куда?» «Я вам не быстродавалка какая-нибудь». СМИ сообщают, что новоиспечённая мамаша развела бурную юридическую активность на предмет ежемесячной подписки за постельное развлечение. Девушка подала иск на взыскание алиментов, а также просит суд обязатель Почина оплатить все её расходы, связанные с этим делом. «На трон села! На трон села!» Ну и как после такого верить в любовь? Я-то думал, что ей просто нравятся зрелые мужчины. «Ну да, ну да». Арни волей-неволей тоже вживается в роль пожилого опиенса. Всё чаще в новостные заголовки он попадает в связи с состоянием своего здоровья. «Он старый». «Да, я стар. Но не бесполезен». На днях папарацци заметили актёра с повязкой на руке. Выяснилось, что ему срочно потребовалась операция из-за повреждения нерва в локтевом суставе. А в своих соцсетях Шварц внезапно поделился подробностями операции на сердце, которую он перенёс в 2018-м, как раз до производства последнего терминатора «Тёмные судьбы». По признанию терминатора он тогда чуть не двинул кони. Предполагалось, что это будет небольшая операция по замене клапана, но что-то пошло не так, и хирург продырявил ему стенку сердца. В результате врачам пришлось провести полноценную операцию на открытом сердце. К счастью, всё обошлось, и дядя снова побежал тягать железки в зал, едва научившись ходить заново. Теперь вот руку поломал. Будем надеяться, дед вовремя остановится, и его не придавит штангой. 76 лет уже, как-никак. Запрограммированный срок 120 лет. Горячей Сальме Хайк, между тем, исполнилось 57 лет. Чуть и надо, бесполезный кусок дерьма. По этому поводу актриса дропнула свою фотку в купальнике, судя по которой ей можно дать 10 из 10, но никак не 57. В подписи Сальма написала, что она рада чувствовать себя живой, поблагодарила семью, коллег и поклонников за поддержку. Знаменитый французский режиссёр Люк Бессон тоже надеется на поддержку. Желательно финансовую. Нам всем нужны бабки. Напомню, что мужик уже лет 6 переживает очень сложные времена. В 2017-м проводился один из самых амбициозных проектов Бессона. Корбан, милый, в чём дело? Самый дорогой европейский фильм «Валериан и город тысячи планет» собрал всего 225 миллионов при бюджете в 177 и стал чудовищной катастрофой для компании Европа Корпо, основанной французом. В 2018-м его до кучи обвинили в изнасилованиях и домогательствах, из-за чего Люк фактически приостановил кинопроизводство на несколько лет. Насильник местный. Нехороший. В этом году режиссёр возвращается в большое кино. Его новый боевик «Догмен» получил очень тёплый приём в Венеции. Люк прям как заново родился. Правда, вместо слова «мама» из него сразу же вырвалось «дайте денег». Говорит, хочу ещё один эпичный космический фильм снять, надо всего ничего, каких-то 200 миллионов долларов. Желающие потерять ещё пару сотен лямов на похождениях какого-то Валериана почему-то пока в очереди не выстраиваются. Я не дурак, Юрий. Ну и на сладкое, ваша любимая рубрика «Прогрессивный цирк». Ваш оптимизм по поводу жизни вне Евросоюза не оправдался? В прошлом ролике я говорил про датскую ленту «Меч Короля». Новый фильм с Матсом Миккельсоном в главной роли. Короче, датчане решили выдвинуть её на Оскар, но для самой справедливой премии мира она оказалась чересчур белой. О, о, так, что это за российские бредни? На пресс-конференции в рамках венецианского фестиваля журналюги докопались до Матса и режиссёра с вопросом. Дескать, лента не может состязаться в номинации «Лучший фильм», потому что не соответствует критериям расового разнообразия. «Вас это не беспокоит?» «А вас?» – спросил в ответ Миккельсон. «Вы ставите нас в затруднительное положение, так что сами ответьте на свой вопрос». Изящно выкрутился, ничего не скажешь. «Слушайте, давайте меня не провоцируйте на эти вопросы сами. Сам ответите на этот вопрос». Режиссёр был более дипломатичен, но Юлий тоже не стал. «Ну, вообще-то», – говорит, – «у нас в фильме есть целая сюжетная линия цветной девушки, которая подверглась расовой дискриминации». Хотя действие фильма разворачивается в Дании 18 века, где цветных в принципе не было. Мол, хрена вам ещё надо? Ответа на глупый вопрос не последовало. Ведь каждый прогрессивный человек знает, что, выбирая между историей своей культуры и чувствами всяких ущемленцев, нынче поощряется выбирать только второе. «Белый приоружий. Одно и то же преследует моих сородичей вот уже 425 лет». По Ворнерам сегодня уже проехались, но есть повод включить задний ход и проехаться ещё раз. О, да. Дело в том, что в активе, или скорее пассиве студии, есть ещё один сомнительный тайтл. Полудохлая франшиза MonsterVerse от Legendary, где Ворнеры выступают дистрибьюторами. Несмотря на фактический провал второй Годзиллы, они решили запилить сериал вместе со стримингом Apple TV. Шоу получило название «Монарх. Наследие монстров» и уже обзавелось первым тизером. «Я не знаю, увидите ли вы это. Надеюсь, что-то». «Не надо!» Отгадайте с первого раза, о чём будет главный сюжет. «Весь мир горит огнём». «Ой, какая ж это всё хуйня!» Ах да, как я мог забыть, «Монарх» — это секретный правительственный проект по контролю гигантских кайдзю вроде Годзиллы. Как видите, у них всё под контролем. Правда, весь мир в огне, но сейчас мы всех спасём. Выйдет эта шляпа в ноябре, я смотреть не буду. «Если пойдёшь со мной, ты всё узнаешь, обещаю». «Ну нахер». В общем, шнягу они гонят исправно, а вот потенциально успешные проекты продолжают сползать в неопределённое будущее. Четвёртый сезон настоящего детектива, который должен был выйти в этом году на стриминге Ворнеров «Макс», официально съехал на 2024-й. «Да в пизду, блять». А у Нетфликса тем временем нарисовался новый хит. Сериал «One Piece» побил рекорды «Очень странных дел» и «Уэнсдэй» по премьерным просмотрам. Адаптация популярной манги получила очень высокие оценки критиков и зрителей на томатах, а сюжет повествует о приключениях пирата в поисках легендарного артефакта. Все восемь эпизодов первого сезона уже доступны для просмотра. Если видели, напишите в комментариях, стоит ли обзор. В мировом прокате пока без сюрпризов. В глобальном зачёте продолжает лидировать Барби. Лента ожидаемо обошла братьев Марио, стала самым кассовым фильмом года и устремилась к полутора миллиардам. К ним плыл миллиард за миллиардом. Оппенгеймер тем временем собрал почти 900 миллионов и стал третьим в списке самых кассовых фильмов. Думаю, Нолан и компания даже не мечтали о таком результате. Джейсон Стейтем верхом на Меги 2 уверенно отбил бюджет и пошёл в прибыль. Уже почти 400 миллионов, так что, похоже, мы ждём триквел. У остальных дела не очень. Сенежук уже фактически провалился, а Гран-Туризма и Великий Уравнитель 3 всё никак не отобьются. Я знаю, что такое боль. Смерть. Крупнейшим среди свежих релизов на этой неделе стали призраки в Венеции от Кеннета Бране. В центре сюжета легендарный сыщик Эркюль Пуаро и его новые похождения, на сей раз итальянские. Вы не поверите, но... Совершенно убийство. Да ладно! И сыщик будет его расследовать, попутно пытаясь разоблачить местную шарлатанку, которая якобы разговаривает с мёртвыми. Судя по трейлерам, Брана решил разнообразить франшизу и навалил элементов хоррора. Критики ленту хвалят, хотя мне не особо верится, что после двух средниковых детективов что-то вдруг поменялось. Вы уверены? Ну а через неделю ждём пенсионерский десант под руководством Сильвестра Сталлоне. Четвёртый неудержимый уже на подходе. Вы просили. Я об этом не просил. С ним вроде бы всё понятно, но вдруг всё же Слай удивит. Я не знаю, что ты хочешь услышать, объяснить, как всё случилось, как всё хорошее стало вдруг плохим. Ребят, надеюсь, выпуск вам понравился. Обязательно напишите в комментариях обзоры, каких фильмов вы ещё хотите увидеть в этом году. Вообще, какие самые ожидаемые проекты лично для вас, я это обязательно учту. Ну а пока готовлю следующий выпуск. Вы можете посмотреть обзор синего жука, блин, мексиканского супергероя. Просто потрясающе, да, звучит? Не, на самом деле, это про капиталистов, которые вкатывают бедных несчастных латиносов. Короче, всё, как вы любите. Я думаю, что Джозеф Кэмпбелл просто, блин, плакал бы горючими слезами, если бы знал, как интерпретируют его мономифы, вообще его исследования. Это просто охренеть, какая херня. Короче, ролик вам понравится, я думаю. Ну и спасибо, что смотрите. До скорого. Пока. Я горячий мексиканец, выходи со мной на танец, а не то я всю твою нахер вырежу семью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова